Здравствуйте, уважаемые телезрители! Давайте порисуем. Звучит призывно и заманчиво. В нашей развлекательно-познавательной передаче мы испробуем все материалы и техники в рисунке и живописи, доступные каждому, для того, чтобы почувствовать себя настоящим художником, открывающим новые, неизведанные миры. Сегодня тема нашей передачи – «Отзвуки моря» или «Отзвуки света», «Отзвуки цвета морской волны». И называется она, конечно, суперкомпозиция гуашью, а как иначе? Дело в том, что мы здесь вспомним и Айвазовского, вспомним и Боголюбова, и Богоевского. И, конечно, сделаем такую композицию гуашью, и не одну. Я надеюсь, что успеем сделать две композиции. И она будет состоять из открытых нами новых звучаний морской волны, цвета морской волны, и играющего на морской волне солнца, и разных отцветов береговых и небесных. И давайте сделаем нашу композицию гуашью на картоне, загрунтованном водолюмсионкой и добавлением ПВА. И приступим к работе. Наша композиция будет вот такой вертикальной. Я, конечно, мы с вами работали акварелью, это была особая техника, а техника гуаши, она сама по себе гуашь, она более такая, видите, густая, чем акварель, да? И более напоминает нам технику масляной живописи. Но я хочу вот наметить эту композицию. Вот этот синий, посмотрите, вот такой. Можно, конечно, писать гуашью с добавлением акварели, но пока мы не будем делать работ смешанной техники. И, естественно, я вот эти градации синего сначала должна выложить на палитре, вот они разные по плотности. Мы пишем в гуаши, вот видите, с добавлением... Разные, видите, две волны, да? С добавлением пишем белил. Это особенность гуашевой живописи. И вот я делаю такую здесь яркую полосу насыщенную. Пусть у нас здесь будет с вами линия горизонта, там какой-то дальний берег, и здесь вот колебания этих волн, касания. Если я добавлю немножко вот такого зелененького, сине-зеленый получается, да? Тоже цвет такой красивый. Я поставлю здесь вот это пятно, и, может быть, его продлю туда наверх. И вот это месиво живописное... Понимаете, вот живопись, она в этом и заключается, что вы даёте такую вот связь, казалось бы, бессвязных элементов. И вот этот фиолетовый, он тоже здесь будет не случайно. Вот, да? Если я немножко добавляю сюда какого-то... Такого алла, он будет в сторону коричневого, такой немножко жухлый. Нужен нам такой этот цвет или не нужен? Мы сами можем это решать, да? Но, тем не менее, вот здесь какие-то получаются немножко другие интонации цветовые. Поэтому я всё-таки буду стараться вот градации выдерживать и избегать жухлости цвета. вот у нас с вами отзвуки моря. И вот сами движения, мои кисти, они тоже будут эти морские, такие волны, накатывающиеся друг на друга. Они словно будут им вторить. И в то же время я хочу сделать так, чтобы вот эти звонкие цветовые пятна, они уравновешивали друг друга. И если там вот белое облако у нас наверху по центру дано, то здесь у нас с вами растяжки такие идут. Причём эти растяжки цвета, они не всегда будут только синие. На свету, на гребне волны появляется не только белое, но появляется и жёлтое, и появляется синеватое, зеленоватое и такая охристая волна. Но она, конечно, не только охра, она будет в разбеле у нас ощущаться. Вот я это делаю. То есть мы вот этот синий с вами испробуем по интенсивности, по напряжённости. Разбелы сделаем, но постараемся сохранить вот эту чистоту и свежесть цвета. Рябь какая-то морской волны получается. Да? И, конечно, я перехожу вот к этому небу, к этому небу, и делаю опять-таки вот так. вот это главное вот здесь вот. Можно, конечно, добавить воды, и тогда будет немножко грунт просвечивать. то есть более жидко будет здесь, да? Вот холодное, тёплое. И, конечно, мы продолжаем, потому что нам это очень нравится. по тому моменту, как краска ложится, да, на поверхность. Вот. Как здесь нам выбирать эти растяжки. Вот. Это всё нужно, вот это облако в центре. Мы здесь сделаем, может быть, тоже вот какой-то же желтоватый, это оттенок, вот дадим, вот, как оно. И здесь тоже вот волны. Динамику проследим этих волн, этих переливов. И потом уже будем обыгрывать эти волны, то есть, как дрожание волны идёт, её звучание. Оно почти что такое многоголосое и в то же время, казалось бы, на одной ноте, на такой ноте синей волны. Вот я пытаюсь здесь наметить вот эти общие массы. что-то мы усилим, что-то оставим светлее, темнее. Ну, давайте сейчас уже определимся с вами. там такой провал синий, небесный, там уже выход на свет. Вот. И здесь в центре вот это белое облако. Белое облако. ну, я здесь хочу все-таки вот избавиться от белого, где это не нужно. линию линию горизонта подчеркнуть. И здесь, естественно, это волновая такая растяжка. вот. Ну, а дальше что делать? Вот, когда мы наметили общий колорит и общей массы, мы что делаем? мы берем кисть и делаем эти волны. То есть здесь они у нас будут либо такими желтыми, либо такими белыми, белой пеной. и я здесь эти волны как-то начинаю вот скреплять словно одно с другой. То есть приводить в порядок этот хаос. И вот мы такими движениями это все и делаем. Там вот на горизонте у нас тоже будет такая растяжка. Более того вот такое бушующее неспокойное море, где где-то есть какая-то линия горизонта. Волны встающие на дыбы. Вот здесь я сейчас еще хочу здесь как-то вот небо оно словно отражается в воде. я хочу здесь дать какую-то такую вот загадку. Там может показаться какой-то силуэт вдалеке. Кто это? Ангел или видение или это просто волны, которые в своей игре подпрыгнули кверху. Но там этот силуэт нас ожидает. и конечно же вот на первом плане надо поиграть с волнами. Надо поиграть с этими отражениями, отцветами вот и поделать эту волну. Вот давайте это с вами сделаем. мы с вами эти брызги и эти волны делаем и где-то сглаживаем контрастность и вот особенно первый план там значит вот подчеркиваем тоненькой кисточкой уже вот эти вот отцветы набегающую волну. И вот чем больше такой ювелирной работы будет тем море будет более прозрачным чистым и глубоким. Вот так вот. Вот у нас мне кажется что получилось воссоздать эту композицию под названием «Отцветы отзвуки моря». Ну мы сейчас сделаем вернее продолжим делать еще одну композицию гуашью. Ну давайте сделаем тоже «Птицы над морем». И для этого мы возьмем с вами вот такой серый лист цветной бумаги. и сейчас это очень эффектно и художники и дизайнеры гуаши прямо по тонированной цветной бумаге работают. Это не только гуашью, но и пастелью, сангиной, углем. Но эта задача будет осложнена тем, что здесь нужно нам сделать композицию с двигающимися персонажами. Это будут птицы. И вот мы сейчас с вами тоже такие растяжки голубого сделаем, но попробуем этот динамизм учесть. Вот я беру то ли это чайка будет, то ли королевская крачка, но скорее всего вот из этого семейства. Вот нам главное вот траекторию движения уловить вот так. И допустим, здесь хочется какой-то такой размах дать крыльев. Вот я на самом деле это увлекательно, потому что здесь большое значение имеет композиция и моменты такого сцепления между этими птицами. И мы работаем здесь светом, и тенью, а колорит бумаги мы оставляем тоном. Вот я любуюсь этим размахом крыльев, да, и вот посмотрите, как я сделаю эту птичку. я сделаю таким образом, что цвет мы дали, а тень мы сделаем вот таким, такой гуашью. Также и клюв. То есть ну, можно вообще черным, можно немножко теплым сделать. вот вот такой клюв я рисую. И здесь вот она может парить над волной и слышен ее крик и она, так сказать, ищет свою добычу, рыбу, охотится за рыбой. Вот этот размах крыльев, он будет вот такой. И также вот я буду искать сейчас ну, другие как это все движение будет у нас закручиваться. Да, какая-то птица будет там вдалеке она будет может быть меньше, может быть наоборот больше. вот насколько она будет целеустремленная эта птица к цели. И конечно нам пока не видно вот с клювом. И здесь то же самое вот там глаз допустим да вот такой клюв. Я наметила только вот в центре этих двух птичек на самом деле их же больше и должно быть да стая и вот мы тоже сейчас там вдалеке вот так вот летящую птичку наметим вот то есть в зависимости от движения вот мы там еще вот птички у нас вдалеке будут летящие на нас ну и конечно хочется вот что-то посадить вот в этом углу я делаю это ну насколько опять-таки я делаю белые крылья такие да и здесь же мне важен вот этот общий рисунок и какая-то вот тень отсюда да но поскольку это все опять-таки над морем нельзя без отрыва от моря это все изображать давайте вот эту вот бегущую волну сделаем и сине фиолетовые такие будут у нас здесь отцветы отзвуки моря и вот такая низкая достаточно линия горизонта но серая мы тоже оставляем она у нас такое связующее звено то есть не закрашиваем все целиком а вот так вот значит эта птица совсем низко над морем а те парят я еще делаю и опять-таки тоже наши движения они вот успокаиваются к линии горизонта а здесь они волнообразные что нам делать с небом но хочется вот сразу как бы продумать такой цветовой ход решения но я бы сделала там на линии горизонта какой-то закат допустим да вот какое-то заходящее может быть солнце я бы сделала диск на сером очень эффектно синим смотрится вот ну и соответственно вот эти вот сумерки ну раз это так значит у нас здесь уже появляется вот другая совершенно симфония красок вот здесь вот на водной глади да вот и оно такое солнце это красное с красным ободком и соответственно здесь и белые брызги пойдут ну более тоненькой кисточкой я сделаю естественно если это закат то то же самое здесь пойдут пойдет вот зорька мы словно бы уравновешиваем это движение вот такое да активное крылья птиц уравновешиваем это горизонтальными или плавными линиями ну вот первый план еще ну пишем вот такими мазками и нам это интересно ну вот сейчас композиция она получается выстраивается но тем не менее не хватает еще наших летающих этих птиц и можно их как-то добавить здесь опять-таки кого-то сделать из них больше вот тут уже крылья сделать более такие на нас летит вот там этот хвост и ой за ним тоже но меньших размеров но здесь вот так получилось у меня ну что делать пусть эти от птиц тоже будут какие-то здесь свет и тени и соответственно форму объем который тоже читаются но птицы будут какими-то такими силуэтами мы сделаем здесь можно конечно эту силуэтность сделать более отчетливой и здесь тоже то есть они будут такими теплыми на синеватом фоне но можно еще с какими-то там охристыми вот такими добавками я бы еще написала несколько сюда ввела бы несколько персонажей сюда то есть чтобы композицию довести нам до конца может быть более такие сделала их размах сделала крыльев полюбовалась бы этим размахом и более живописно можно сделать здесь второе крыло вот так вот и здесь это тень вот и там то есть мы все небо с вами вот заполоним этими птицами потому что сейчас композиция смотрится несколько такой разорванной но центр композиции вот из таких птиц мы сделаем мы пропишем их так же как здесь мы прописываем крылья и все-таки делаем объем и стараемся вот вот я сейчас моя рука она будет ходить так как требует того законы там композиции перспективы и а потом мы будем отрисовывать вот то что мы с вами сделаем вот то что не хватает для композиции вот мы сейчас делаем ну вспоминается почему-то мне альфред хичкок с его кинофильмом птицы там они такой имели несколько устрашающий характер их было много летели они на вас но у нас этого требуют законы жанра то есть динамичный вот этот полет но размах этих крыльев он не хаотичен он должен подобно волнам тоже иметь вот этот волнообразный характер и тогда композиция будет смотреться органично вот давайте сделаем такую симпатичную картинку и наши птицы будут разлетаться в разные стороны более того вот этот вот эта плоскость она будет проткнута ее плоскость станет глубиной объемом ну вот мне кажется что это должно быть так не хватает еще скорее всего вот какой-то птицы здесь вот вот да более крупной да и вот этот угол тоже он как-то не решен или решен слабо вот может быть это будет вот так но они похожи на такие воздушные самолеты эти птицы ну вот там конечно силуэт он меньше вот они чем ближе к нам тем они крупнее чем дальше тем они превращаются в таких вот галочек да но эти галочки должны тоже иметь форму и объем и здесь вот тоже там на закате вот какие-то появляются точки они превращаются уже в точки и вот собственно говоря у нас вот этот узел получился центральным и давайте мы эту птицу и пропишем ну вот вот эту птичку мы с вами должны прописать потому что она ближе и это и это ближе к нам я предлагаю ее хорошенько прописать остальные пусть носят такой формальный характер то есть здесь должен быть объем вот здесь вот я должно быть это игра светлого и темного глазки клювик все должно быть здесь прописано и соответственно тоже эта контрастность должна учитываться перышки там лапки вот сейчас мы то есть это должно быть очень хорошо прописано ну то есть даже иллюзии вот такая реальности должна быть я сейчас поставлю такой глаз и второй ну безусловно тут такой клюв он цвет клюва нужно найти пусть он будет таким вот лучах заката ну можно писать на тонированной бумаге красной черной серой понимаете делаться это будет ваша работа будет только выигрывать от этого гуашью я имею ввиду и соответственно вот ну будет обладать тоже такими живописными качествами тоже здесь такая определенная мягкость будет своя присуща гуаши и каждое перышко можно прописать рисовать ну единственное что она когда высыхает делается светлее это гуашь да вот гуашь делается светлее то есть контрастность меняется но достаточно вот наши отзвуки моря они напоминают нам отзвуки крика птиц чаек там королевской крачки одним словом связаны с пенем птиц ну я вот так вот делаю этот объем и конечно вот сразу же здесь перехожу тоже делать объем и естественно что чтобы сделать такую законченную композицию нужно немножко больше времени чем выделено нам на передаче нужно посидеть и поработать с каждой птичкой сделать объем нарисовать и прописать клюв да крылья то есть сделать это в полете как полагается я опять-таки вот и естественно еще более тщательно прописать море и волны вот к чему мы и возвращаемся ну здесь также вот если это клюв то там будет хотя цветовая активность там вдалеке будет теряться вот эти клювы я немножко здесь подчеркну вот и сделаю более тщательно этот размах крыльев вот вот здесь у нас будет так ну и где-то экспрессивней и здесь пойдет этот хвост и одновременно здесь может быть вот эти отцветы на воде этих белых таких птиц больших с большим размахом крыльев вот 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 эти белые такие линии их нужно размахом крыльев их нужно здесь динамично ритмично продолжать потому что они как раз и формируют этот строй нашей композиции на фоне такого темного темнеющего в сумерках неба вот какими-то волнами смотрятся взмахи этих крыльях понимаете одновременно конечно думать размышлять делать объем и усовершенствовать работу ну я опять-таки вот на небе делаю то же самое что на море да птицы создают свои волны да а море создает свою игру фантастическую и мы с вами вот эту ритмику и пластику пытаемся здесь уловить там вдалеке будет это схематично вот вот я опять пишу как бы цветом да светом и цветом и вот эти море оно у нас становится таким вот птичьей стай где-то контрастнее где-то вот на первом плане значит здесь эти вот такие вот волны и отцветы и отзвуки да вот это вот движение вот динамика и ритмичность этих линий этих белых пятен на сером фоне и контрастности вот мы опять-таки здесь с вами продолжаем работать конечно здесь нужно вот еще делать и саму птицу и оперение и вот этот разлет крыльев или поворот крыльев да вот его нужно делать так же как и здесь но тем не менее вот мы как раз здесь и любуемся этим ракурсом да а здесь там за ней еще птица но она немножко в другом ракурсе взлетела и вот так и продолжается наше с вами исследование темы моря жизни моря и обитателей вот посмотрите да вот волны они у нас словно и по небу и по воде ну по цветовому пятну вот здесь еще не хватает этой явно птички вот здесь вот да по цветовому пятну и тут же ее можно так вот здесь конкретизировать но здесь немножко она получается парной этой но они вот будут держать нашу композицию вот я здесь гуашь можно перекрывать видите чем хорошо она очень хорошо перекрывается другим цветом и хотя тоже конечно не больше трех раз вот и видите они как-то динамично очень держат и там вдалеке еще эта птичка вот вот этот полет этот взлет что еще вот давайте теперь как-то обобщим объединим вот море у нас и небо да вот там все-таки небо оно глубина этого неба да есть и мы немножко дадим такой цвет на может может быть то что мы нарисов нарисовали написали с вами я вам говорил что гуашь она перекрывается где-то эти сумерки вечерние они скроют наших птиц да да уже они их как будто скроют под своим покровом и ну и здесь немножко буквально несколько таких пятен несколько пятен подчеркнем только и вот эти птицы они небесными такими пташками становятся облаками я опять-таки говорю что в общем-то здесь же можно дать еще и отцветы вот этого заката и они видите как будто из этой глубины неба на нас летят птицы птицы вестники чего-то провозвестники вот здесь мы с вами уточнили эту композицию где-то дали контрастность где-то поработали с силуэтом вот здесь допустим дали это солнце вот так оно заходит желтые поцветы то есть явно что нам это с вами было очень интересно и можно сказать что вот работа она в таком ключе может получиться вполне законченной и выглядеть очень даже эффектно таким образом дорогие друзья сегодня на нашей передаче мы сделали две такие супер композиции гуашью на тему отзыва кеморя мы с вами хотели постигнуть гармонию и совершенство и спробовать эту технику гуаши и познали радость творчества это самое главное я желаю вам успехов и до новых встреч в нашей передаче давайте порисуем всего вам доброго до свидания